Через два месяца после переезда я поняла, что в станице мне не устроить свою жизнь. Очень жаркое лето, я очень трудно переношу такую жару. По 4-5 месяцев жара под 40 градусов. С Краснодара на море мы добирались за 3-4 часа на маршрутке. Трудности при переезде, это был поиск работы. Не всем по душе Краснодарский край и некоторые потом возвращаются обратно. Я ощущала себя немного чужой. В Краснодаре очень большие пробки, чтобы на работу доехать на 1,5-2 часа. Друзья, всем привет! Вам очень понравился формат интервью с переехавшими на ПМЖ в Краснодарский край. Вы были очень активны, за что вам большое спасибо. Поэтому я решила, что мы будем продолжать радовать вас интервью. Как только мы наберем под этим видео 700 лайков, сразу выйдет новое интервью. Всем приятного просмотра! В этом видео мне удалось взять интервью у женщины, которая переехала из Украины в Краснодарский край на постоянное место жительства. И сейчас живет в городе Карапоткине. Карапоткин – это небольшой город в Краснодарском крае. На сегодняшний день в нем проживает около 80 тысяч человек. Карапоткин – это административный центр Кавказского района. А также он является крупным промышленно-транспортным узлом. Карапоткин находится в 150 километрах восточнее от города Краснодара. Расстояние до Черного моря, а именно до Джубги – 240 километров. На сегодняшний момент в городе работают предприятия пищевой промышленности, такие как маслозаводы, молочный комбинат, пивоваренный завод. Есть предприятия легкой промышленности, производство бытовой химии, а также машиностроительный завод. Город Карапоткин считается одними из самых зеленых и благоустроенных городов Кубани с богатой самобытной историей и множеством археологических памятников. Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я переехала из города Артемовско-Донецкая область Украины в Краснодарский край. Живем тут уже 6 лет. Сначала я жила в станице Медведовской, потом в Краснодаре, сейчас живем в Кропоткине, а мама жила еще в Тимошевске. Почему вы решились на переезд? Подтолкнула нас то, что моя старшая сестра жила уже год на тот момент в Краснодарском крае. Она нас звала переехать и сказала, что поможет с жильем и с работой. Ну, в принципе, она и помогла нам. Решились на переезд из-за нестабильной политической ситуации в регионе. После двух налетов с воздуха во втором налете сбрасывали кассетные боеприпасы и погибло два человека. Через два месяца после переезда я поняла, что в станице мне не устроить свою жизнь и переехала в Краснодар. В Кропоткин мы переехали около двух лет назад, так как купили тут недалеко домик. Какие плюсы жизни вы обнаружили для себя на юге? С Краснодара на море мы добирались за 3-4 часа на маршрутке. Теплая зима, практически без снега и слякоти. И приближенная к нам культура. С какими трудностями вы столкнулись при переезде в Краснодарский край? Трудности при переезде – это был поиск работы. Пока мы были не гражданами РФ, нам было сложно найти работу. Не каждый брал на работу иностранцев. Также трудно было с регистрациями и прописками, а их постоянно требовали. Состоянно волокита с документами, поездки по ФМСам и так далее. Но в принципе работу мы все-таки находили. Кто ищет, тот всегда найдет, как говорится. Какие вы обнаружили минусы жизни на юге? Друзья, не забывайте, что именно от вашей активности зависит скорейший выход следующего видео. Поэтому пишите в комментариях, если вам нравится такая рубрика. Минусы – это очень жаркое лето. Я очень трудно переношу такую жару. По 4-5 месяцев жара под 40 градусов. И из минусов еще пробки на дорогах. Что удивило вас при переезде в Краснодарский край? Удивило меня то, что тут на Кубани кондиционеры чуть ли не в каждой квартире. В Украине у нас ни у кого не было кондиционеров и вентиляторов тогда, в то время. Много детских площадок и даже уличные тренажеры на площадках. Это в Краснодаре такое начали делать возле новостроек. Были ли у вас сложности с поиском недвижимости? Дом для съема нам нашла сестра и обо всем договорилась. Дом мы снимали недорого и с постоплатой. То есть оплачивали мы через месяц. Совет для тех, кто планирует переезд – это сначала снять жилье и хотя бы 2 года пожить. И посмотреть, понравится ли вам тут. Просто за год бывает не всегда понятно. Первый год ходишь как в розовых очках. На второй год уже начинаешь замечать плюсы, минусы. Не всем по душе Краснодарский край. И некое ты потом возвращаешься обратно оттуда, откуда приехали. Отличаются ли цены здесь и на вашей родине? Когда мы приехали, я все цены переводила в рубли, то мне все было дорого. А когда поняла, что смотреть нужно цены в сравнении с зарплатой, то цены стали приемлемыми. На продукты примерно так же. Что-то у нас дешевле, что-то у них дешевле. А вот по коммуналке на Украине выходит как одна средняя зарплата. Тут это примерно 1,4-1,5 часть от зарплаты. Хотели бы вы вернуться назад? Я очень скучаю по родине. И в принципе хотела бы вернуться, если бы у меня была там хорошая работа и хорошая зарплата. Как вы ощущаете себя на новом месте? Я ощущала себя немного чужой, когда была не гражданкой РЭП. Но когда получила гражданство, почувствовала, что теперь я немного своя. Тем более у меня бабушка и прабабушка родом из России. Отношения с местными складываются нормально. Я часто общаюсь с людьми в транспорте, на улице и везде, где только можно. Какую среднюю зарплату можно ожидать здесь? Ну, зарплата варьируется от 15 до 25. Есть и 30 тысяч зарплаты. Ну, в среднем, в 2018-20, можно сказать. В Кропоткине есть там молокозавод, картонажная фабрика, вот какие-то такие вот заводы. Магазины, аптеки, банки и так далее. Магазинов много всяких, маленьких вот этих билайны, МТС и так далее. Как переносит жару старшее поколение? Ну, мама жару переносит, примерно, так же, как и я. Тоже, как бы, очень жарко. Это, конечно, неприятно, но как-то более-менее, ну, как-то переносим. Тоже, конечно, давление, ну, от жары, то ли давление повышается, ну, в общем, как-то плоховато от жары. Чем интересен ваш город? В городе есть кинотеатр, есть парк аттракционов, на пляж мы вот с мамой ездим летом. Нормальный город, развивающийся, хороший. Видно, что городом занимаются, облагораживают, все стараются, и цветочки, и какие-то где-то лавочки поставить стараются, и, ну, улучшают все. В общем, и дороги постоянно смотрю, стараются, и дороги, и деревья везде обрезают, подрезают. В общем, стараются все облагораживать. Город хороший, работы есть. В общем, город развивается. И мне этого достаточно. И главное, что здесь жилье как-то в разы дешевле, чем, например, в Краснодаре. То есть, здесь его больше реально купить, жилье, чем, например, в Краснодаре. И зарплаты в Краснодаре мне на порядок ниже, кажется. Чтобы в Краснодаре на 25-30 тысяч устроиться, ну, там занижают как-то зарплаты. И в Краснодаре очень большие пробки, чтобы на работу доехать на полтора-два часа. Здесь в любой конец города за 15 минут можно добраться. Вот эти мне здесь и нравятся. И как-то здесь маленький городочек, как-то все более, люди более общительные. Там вот соседи, никто особо не общался. А тут вот как-то соседи сразу знакомятся, стараются общаться. Более общительные люди. Спасибо всем за внимание и успехом вам при приезде на юг. Всего вам доброго!